Реальность уходящей рабочей недели. Вспомним важное, сопоставим факты, выслушаем мнения и комментарии. Вместе с информационной службой редакции репортеров 73 итоги подведу я, Евгений Луковкин. Здравствуйте. Большая пресс-конференция президента России с 2001-го проходит под занавес уходящего года. Время подвести итоги и озвучить решения по самым наболевшим вопросам, поступающим со всех уголков страны. СМИ здесь выступают рупором общественного интереса, озвучивают проблемы от местного, в масштабах населенного пункта, до глобального уровня. В этом году формат точного общения главы государства с прессой вынужденно изменился, наставший привычным. В 20-м режим видеоконференцсвязи. В Центре международной торговли собрались представители иностранных и федеральных российских СМИ. Делегаты из регионов в окружных центрах. На площадке в Доме связи столицы ПФО Нижнем Новгороде работала моя коллега Вера Мишелькова. 774 представителя СМИ аккредитовались на ежегодную большую пресс-конференцию президента. Привлечь внимание старался каждый, цепляющий фразы на плакате или балансируя на грани провокации. Вот Тула сейчас, оператор в Туле, показывает девушку с надписью «Я беременна». Как? Девушка, задавайте свой вопрос. Как вы считаете, Владимир Владимирович, он, Греков Игорь, заслужил звание в мирное время, спасая человеческие жизни, рискуя собой? Саша, я сейчас отвечу на ваш вопрос, но у меня вопрос к вам. Как это связано с тем, что вы беременны? 4 часа 29 минут. Большая пресс-конференция по длительности обогнала прошлогоднюю, но далеко не все регионы получили возможность высказаться. Уступив героизму тульского чиновника, за бортом могли остаться действительно острые темы. В этом году особое внимание приковано к пандемии и всем аспектам жизни, которые вынуждены перестроились на коронавирусные рельсы. Можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно. И отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения. Слово, которое все мы вынуждены выучили в этом году. Локдаун, поддержка бизнеса, когда почва стабильности ушла из-под ног. Залог выравнивания экономики по завершении ограничительных мер. Назвать точные сроки окончания пандемии невозможно, но президент уверен, одно из важных условий скорейшей победы над вирусом – массовая вакцинация. Проблемы экономики напрямую отразились на населении. Скачок безработицы в первую волну трудности перехода на дистанционное обучение. Поддержка государства жизненно необходима. Регионам важно сконцентрироваться на помощи населению. Федеральная доля средств в совокупности с местным бюджетом позволяют своевременно укрепить слабые места. В Ульяновской области комплекс мер начал внедряться уже в первые недели общего коронакризиса. К примеру, введена выплата на детей от 8 до 16 лет. Часть выплат была введена на основе анализа обращений, которые поступали от людей в колл-центры и в социальных сетях. Например, мы ввели компенсацию семьям на покупку компьютерной техники. Сейчас нам необходимо проанализировать весь перечень существующих мер и спросить у людей, какая социальная поддержка им необходима в будущем году. Все меры поддержки будут бесполезны, если денег не хватит на базовые продукты. Проблема роста цен ощутимо ударила по всей стране. Ситуация с накопительным эффектом. Реакция последовала, когда не замечать стремительно утекающих денег в кассы магазинов стало невозможно. Цены, в принципе, ползут вверх, начиная с сентября, где-то с августа. Почему об этом заговорили только в декабре? Пока президент не грянет, министр не перекрестится. Сейчас подписаны, или вот должны быть подписаны, по-моему, уже подписаны соглашения между производителями и сетями. И производители снижают на определенный объем, и сети должны в рознице показать нам это снижение по базовым продуктам питания. Поэтому на цену, конечно, надо смотреть внимательно. И будем, безусловно, это не делать. И надеюсь, что эта реакция будет в течение ближайших нескольких дней, но нескольких недель тоже точно. Бескровно обуздать ценники, вернуть их в правильное с точки зрения покупательской способности русло, чтобы не вызвать эффект экономического домино. Президент подчеркнул, важно не пережать административное регулирование. 2020-й уже точно войдет в историю с эпитетами «непростой» и «кризисный». Постоянные вызовы, как внешнеполитические, так и внутренние, вкупе с отменой праздничных мероприятий. Парадоксально, год социального дистанцирования людей сблизил. Разговор без масок получился действительно большим. В завершении пресс-конференции Владимир Путин озвучил еще одно важное решение. На детей до 8 лет семьи получат по 5000 рублей. Указ подписан и будет исполнен до смены календаря. Вера Мещерякова, репортер 73. Цены на продукты бодоражат умы, что неудивительно. Голодные 90-е еще живы в памяти старших поколений, а хрестоматийные истории о неурожаях, недородах и блокадном голоде навечно отпечатаны на страницах учебников истории. Проткарточки и талоны предрекают в ближайшем будущем самые пессимистичные экономисты. Оптимистичные, как мантру, повторяют. Рынок сам все стабилизирует. И предостерегают государство от попыток регулирования цен. Цены вверх поползли ни разом и не вдруг. Процесс шел с начала года. Ускорение роста по отдельным позициям зафиксировано с сентября. В Ульяновской области диссонанс. Минсельхоз докладывает об отличном урожае подсолнечника, а некоторые фермеры рвут волосы. Худородный год. Сырье приходится закупать. Плюс инфляция съедает накопление россиян. Роста зарплат в 2020-м, мягко говоря, не было. Значимого роста покупательной способности населения в принципе не наблюдалось с 2014 года. Что делать такой ситуации всем нам, далеким от крупных денежных потоков? Создавать стратегические семейные запасы? Менять рубли на доллары? Или ничего, воспитывая стойкость? Ответы жителей областного центра в рубрике «Глаз народа». Пугают нынешние цены на продукты в магазинах? Ну, конечно. А что же они меня не пугают-то? Например, гречка взлетела. И, например, что и сахар тоже без конца взлетал. Как с этим можно справиться? Идешь и покупаешь. Работаю, зарабатываю больше денег. А так никак не справляюсь. Вы знаете, у меня муж продукты покупает, поэтому я могу сказать по вещам, по одежде. Но повышаются цены, конечно. Наверное, в органы соцзащиты, возможно, обратиться за какой-то... Ну, встать на биржу труда, если нет работы. То есть там, по-моему, насколько я знаю, выплачивается месячное пособие по безработице. Молоко дорогой, сметана дорогая, масло дорогой, растительный такой. И продукт, даже хлеб дорогой. Я их просто не покупаю. Это живозапасы, мы это все. Пока справляемся. А как? Как? Как молча. Ну, как-то выживаем. Растут цены, конечно. Плохо, что растут. Ну, смотреть, есть акции где-то снижения. Магазин вон есть. Ну, наверное, впрок, когда бывают акции, можно закупить какую-то часть. Я так лично не закупаюсь. Все есть. Мы работаем. Как-то выживаем. Неделя, отпущенная президентом на усмирение цен, завершается. Вопрос решали на всех уровнях. От федерального правительства до региональных элит. Премьер-министр Мишустин подписал ряд постановлений для подавления роста стоимости социально значимых продуктов. В частности, Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС разработает специальное соглашение с производителями продуктов и торговыми сетями. А один из крупнейших ритейлов страны официально заявил, что убирает в ноль наценку на макароны, хлеб, тушеную говядину, черный чай, картофель, зерновые хлопья и молоко. Меры разумные, но запоздало. Их нужно было вводить еще в сентябре, когда процесс стартовал и стал заметным, отметила доктор экономических наук Оксана Дмитриева. С ней соглашаются и наши специалисты. Подробный разбор ситуации с продуктами в Ульяновской области мы сделали накануне в программе «Разберемся». Запись доступна на нашем сайте. А сейчас материал Марины Тимофеевой со сравнением цен в ульяновских магазинах в начале недели и по ее завершении. Семь лет без изменений. Потребительская корзина в Ульяновской области стабильно не выше 5000 рублей. По минимальному списку в рационе больше мучного, молочного и овощей, меньше мяса и фруктов. Нина Антипина говорит, уложиться в норму сложно. В день тратит от 300 до 500 рублей только на продукты. И в сумму не закладывает мясо. Цены растут, а покупательская способность падает. Вот, например, гречка, рис. Я говорю только то, что я покупаю. Гречка, рис, молочка, масло сливочное, кондитерские изделия тоже, кстати, подорожали. За год цены взлетели на подсолнечное масло, картофель, сахар и куриные яйца. К концу года ожидаем и сезонный подъем на орехи мандарины, говорят эксперты. В торговых сетях подтверждают и предупреждают, цена подрастет и на свинину, и на курятину. Плюс на растительное масло цена поднимется до 50% уже зимой. Так как семечка дорогая, в связи с тем, что ее мало уродилось, подчеркиваю, опять же, в этом виноваты крупные мезы, которые в том году обманули фермера, и в этом году фермеры ее меньше посеяли. Ну и плюс виноват, конечно, погодный фактор, то, что была засуха. Поэтому семечка дорогая, отсюда дорогое масло. Работать себе в убыток не готов ни один предприниматель, в сельском хозяйстве тем более. Удержать цены от новых взлетов задача непростая, но выполнимая. О снижении цифр в продовольственных магазинах до нового урожая, скорее всего, говорить рано. Для этого потребуется не один месяц, а может и полгода. Нам нужно выделить категорию людей, которым мы должны помочь. И может быть какой-то отдельной программой продовольственной помощи вот этот ряд продуктов нам, этим людям, предоставить. Это хлеб, растительное масло, сахар и яйца. 16 декабря часть торговых сетей, 8 базовых продуктов питания, макароны, хлеб, тушенку из говядины, черный чай, картофель, зерновые хлопья, молоко решили продавать по цене закупки у поставщиков. Другие не планируют обнулять торговую наценку на социально значимые продукты, поскольку она уже находится на минимальных уровнях. А некоторым повезло с поставщиками. Высокого скачка такого цены еще не было. На молочку подорожало, немного подорожал хлеб. Пока что остальное у нас все остается прежним. Яйца у нас также не подорожали пока что, за счет того, что поставщик нам не поднял цены. В ближайшее время региональные специалисты выработают действенные программы удержания цен. При этом необходимо сохранить баланс между госрегулированием и вмешательством в дела бизнеса. При этом ульяновцы продолжают отмечать рост цен на продукты, особенно на куриные яйца. Подобный подарок на Новый год уже сейчас вызывает негативную реакцию людей. Марина Тимофеева, Юрий Давыдов, репортер 73. Коронавирус, вакцинация, лекарства. Статистика в регионах. Главная проблема – дефицит и дороговизна препаратов. Люди жалуются в социальных сетях, звонят на горячую линию. Очевидно, что такие сложности не только у нас. Ежедневно в Ульяновске по 100 с лишним человек заболевает ковидом. За все время вирусом заразились более 32 тысяч. Выздоровевших почти 3 тысячи, летальных исходов 400. Лечатся в госпиталях и на дому. Что касается обязательных лекарств. Из утвержденного в России списка в 15 препаратов, в Ульяновской области есть 12. На закупку необходимого федеральный центр выделил региону более 46 миллионов рублей. Поставки идут практически ежедневно. Все, кто лечится от ковида амбулаторно, получают положенное в полном объеме. Прокомментировал ситуацию замминистра здравоохранения Ларкин. Должны получать, уточним мы. Минимизировать последствия пандемии и остановить ее. Реально? Материал Павла Петрикова. 11 декабря в Ульяновскую область поступил первый транш вакцины «Спутник Ви». 70% доз направлено на иммунизацию медработников, 30% для работников образования. В этот же день начата вакцинация. По данным регионального Минздрава, сейчас в регионе работает 8 профильных центров. В декабре откроют еще 4. В январе к началу массовой вакцинации их будет больше 60. Если мы думали, что у нас будет на пределах 500 доз, то видим о том, что практически более чем в два раза количество доз вакцинации увеличилось. Это несомненно, конечно, большой успех, большой шаг вперед, потому что люди просят, люди требуют, люди надеются на нас с вами. А еще надеются весело-весело, как в песне, встретить Новый год. Но корпоративы забрали, в кафе, ресторанах и барах сидеть можно только до 22.00. В Роспотребнадзор регулярно поступают просьбы разъяснить, как организовать праздничные мероприятия безопасно. По всем этим обращениям мы даем разъяснения и согласуем эти мероприятия, потому что те заявленные мероприятия, которые планируются, они позволяют провести, потому что все-таки лишать детей праздника мы не можем. Но при соблюдении всех требований это возможно. На собрании штаба по противодействию к ковиду затронули и наболевшую тему роста цен на лекарства. Динамика показывает, повышение стоимости есть, но оно не превышает предельно допустимых значений. Право устанавливать их в нынешних реалиях есть у правительства. Власти региона, в частности Министерство здравоохранения региональное, будут направлять в Роспотребнадзор заявления с обоснованием своих предложений. Роспотребнадзор рассматривает их и направляет в Минздрав России. Если речь идет о чрезвычайной ситуации или угрозе распространения опасных заболеваний, решение принимается оперативно. Коэффициент распространения пандемии в Ульяновской области вогнал нас в топ-25 по России и на шестое место в Приволжском федеральном округе. Первый забрал Пермский край. Одно радует, уже сейчас у нас наметилась положительная тенденция. В регионе существенно увеличилось количество выздоровевших. Сергей Морозов распорядился обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений во время новогодних праздников. Горячая линия 122 по-прежнему будет оказывать консультативную помощь, принимать жалобы и давать компетентные рекомендации. Увеличилось и количество свободных коек. Сейчас их 590. С коронавирусом не сладко, с гаражной экономикой и вовсе горько. Многолетнее загрязнение воздуха кустарными производствами, буйно цветущими в местах предназначенных для хранения машин, похоже, чисто ульяновское ноу-хау. По крайней мере, если в крупных промышленных центрах люди задыхаются от дыма заводов-гигантов, в нашей областной столице бьют в набат от гарри прежде всего индивидуальных мебельных производств. Более ста предупреждений, предписаний и штрафов, чаще всего в пределах тысячи рублей, ситуацию не исправляют. Не так давно Сергей Морозов распорядился всех гаражников пересчитать и предложить им выйти из производственного сумрака. Регион готов предоставить площади, преференции, чтобы рабочие места сохранить и воздушную среду над городом очистить. Чиновники принялись за работу. Следующий год покажет, насколько действенной окажется эта мера. И далее коротко о других событиях из жизни региона. Замминистра обороны России Алексей Криворучко проконтролировал работы по производству транспортных Ил-76МД-90А в Ульяновске. Авиастар подписал госконтракт на поставку в войска еще 10 самолетов-заправщиков. Контракт поспособствует стабильному финансово-экономическому положению предприятия, которое уже вышло на ритмичное серийное производство самолетов. Ил-76М-90А способен производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с фростового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании авиазаправщика на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов. В Ульяновске продолжается работа по эвакуации брошенных автомобилей, тех, что мешает проводить своевременную уборку улиц и тех, которые годами стоят во дворах домов. По правилам на стекле такой машины оставляется предписание, если владельца не удается найти или связаться с ним иным способом. Убрать машину или ее уберут службы города. Вот суть обращения, видного всем. В случае отсутствия реакции автохлам отправляется на утилизацию за счет государства. Месяц безлимитных поездок в кармане. Общегражданская транспортная карта становится все популярнее. Решение снизить цены на карты вступило в силу с 1 декабря. Сэкономят на поездках в трамвае, в троллейбусах и автобусах те, кто чаще всего выбирает городской транспорт. Купить проездной можно в кассах филиалов регионального информационного центра. Единичные поездки при этом подорожали. Один билет стоит 22 рубля за наличку 20 при оплате карты. Подъем цен руководители компании связывают с дорогой эксплуатацией трамваев и троллейбусов. Моя коллега Вера Мещерякова поделилась впечатлениями от посещения Нижнего. По ее словам, центральные улицы столицы ПФО утопают в сумраке и снежной каше. Причем видно, что это не последствия снегопада, а систематическое явление. Выражение «от дома лучше» стало лейтмотивом ее рассказа о посещении пресс-конференции Владимира Путина. Взгляд субъективный, но заставляющий задуматься. Мы привыкли ругать окружающую действительность и считать хорошо там, где нас нет. А вот пожалуйста. При этом Ульяновску до полного порядка ой как далеко температуры скачут. Хоть теперь пятница сменится морозными выходными, а дальше одному гидромету известно. Так что гололед никто не отменял. Как и скаты крыш, увешанные сосульками. Город рапортует. Борьба началась двумя пагубными явлениями зимы разом. Кто побеждает, расскажем далее. В Ульяновске в 2010 году сосулька упала на ветерана. В результате от полученных травм мужчина скончался. В 2011 сосулька упала на школьника. Он получил многочисленные травмы. Уже в 2016 на женщину упала глыба снега. Итог – сломан нос. Ежегодно от падения сосулек и глыб снега с крыш страдают десятки людей по России. Из года в год. Проблема в буквальном смысле нависает. Однако сердца коммунальщиков растопить удается не всегда. Верхняя терраса – улица Жуковского, 9 мая. Здесь практически каждый дом украшен ледяными иглами. Дизайнерские решения зимы абсолютно не устраивают местных жителей. Глыбы льда угрожающие свисают с крыш. Под угрозой не только люди, но и машины, окна домов, балконы. Мы вот живем в соседнем доме, через дорогу нас всегда сбивает. Каждый мимо этого дома тут всегда сосутки висят. Пока потепления нет, они не падают. Будет потепление – упадут, наверное. Муниципальными зданиями должна заниматься администрация города, жилыми и управляющей компанией. Ждать, пока УК увидит наледь и снег на крыше и займется уборкой, не стоит. Жильцы вправе обратиться в обслуживающую организацию, чтобы кровлю и козырьки срочно очистили. Если же управляющая бездействует, в таких случаях необходимо обращаться в прокуратуру. Еще один подарок зимы, который всегда заставляет смотреть под ноги – лед. Вот видите, ходим по-скорбскому. Этого не должно быть. А мы, люди пожилые, можем упасть. А это травма, это больница. Это деньги очень большие. В областном центре началась профилактика гололедом. Сообщает усиленная обработка реагентами тротуаров, пешеходных переходов и остановок. При этом с 1 декабря в Центр управления городом поступило более 150 обращений о бездействии управляющих компаний. В настоящий момент в проработке находится 27 обращений. В основном это обращения на уборку и отсыпку песко-соляной смесью придомовых территорий, внутриквартальных проездов и проходов. То есть в основной части дороги общего пользования, тротуары в настоящий момент убраны. Календарная зима только началась. Погода еще будет удивлять. Метель, снегопады, сильный ветер. Всем нам стоит быть аккуратнее, а управляющим компаниям и муниципальным службам расторопнее. Великолепная восьмерка и ее региональная жемчужина. Количество палеонтологических музеев в стране можно пересчитать по пальцам рук. И еще пара останется. Ундровский палеонтологический отметил 30-летие как полноценный состоявшийся центр изучения доисторических событий края. Скелеты древних ящеров, панцире ископаемых моллюсков. Территория области миллиона лет назад была морем, мелководным и теплым. Наши находки морские рептилии и организмы, обитающие бок о бок с ними. Музей постоянно обновляет материально-техническую базу и постепенно готовится к переезду в новое здание. Специалисты по самым древним древностям о себе. О прошлом, настоящем и будущем. Окаменелая летопись края. Останки гигантов, водившихся десятки миллионов лет назад на территории современной Ульяновской области, бережно сохраняются в Ундровском палеонтологическом музее. За 30 лет своей истории он прошел путь от филиала до полномасштабного научного центра по изучению доисторических морских рептилий. Его работа, сотрудники, образчики ископаемой фауны, собранные по берегам Волги и уникальный геопарк Ундория известны не только в России, но и за ее пределами. Ну и представьте, что, допустим, 20-сантиметровую кость нужно освободить от нескольких килограммов пустой породы. Сколько это будет затрачено времени, силы и сколько пыли будет, соответственно. То есть это далеко не быстро. Хотелось бы, конечно, всем побыстрее, но, увы, некоторые вещи быстро делать просто нельзя. Сергей Буганин рассказывает об одном из ежедневных этапов работы сотрудников музея – обработки ископаемых останков. В Ундрах на поток поставлена тонкая работа – филиградная резьба по камню с извлечением костей хтиозавров или панцирей беспозвоночных. Большие объемы отданы на аутсорс. Слишком огромен масштаб работы. Иные образцы могут весить более сотни килограммов. В новом здании для специального оборудования по резке камня место найдется. Но главное – найдется оно для экспонатов, которых в хранилище скопилось уже предостаточно. При этом вместе с классической подачей Ундровский музей интегрирует в работу и достижения современных технологий. Например, уже сейчас можно увидеть, каким был один из его постоянных обитателей. Посетитель приходит, направляет этот планшет на скелет, нажимает кнопочку и, собственно, начинается процесс восстановления. Восстанавливается он сначала в объеме. То есть кости отделяются от макета, ну, значит, в цифровом, естественно, виде. И мы видим этот процесс на экране. Вот, распределяется в полный, как бы, в объем. Дальше, значит, воссоздаются те кости, которых не хватает. Все это начинает постепенно оттягиваться мышечным каркасом и сухожилиями. И в последующем появляется медленно кожа. Кроме этого, работает уже полюбившийся посетителям лаборатория за стеклом, где видны все этапы обработки собранных образцов. От препарирования через моделирование до создания точных копий найденных ископаемых. Открытость для публики располагает юных любителей краеведения к поиску артефактов времени. И передача их в любимый музей. Так только в этом году один из учеников Ундоровской школы поздравил коллектив ученых с 30-летием их научного центра, подарив найденный в Ундории бивень мамонта и часть челюсти пещерного льва. Ищут неравнодушные, ищет полиция. Человека, если можно так его назвать, отстреливающего бездомных собак в Заволжском районе Ульяновска. В наших новостных выпусках мы подробно рассказывали о ЧП. Новой информации пока нет. Зато есть специалист, который грамотно и планомерно обучает правильному отношению и обращению с братьями нашими меньшими. К сожалению, это пока единичный опыт, тогда как, к примеру, в столичных школах уроки гуманности вошли в учебный план. Самая добрая региональная инициатива «От души и сердца» в материале Татьяны Домодановой. Друг познается в беде. На руках командор Персик в душе и на устах искреннее желание обучать правильному отношению и обращению с братьями нашими меньшими. Прежде воспитатель социально-реабилитационного центра восхождения Марина Сергунина делала это очно, а в пандемичные месяцы перешла на дистанционный тет-а-тет. Они живут на улице. А почему они туда попали? Потому что их выгонали. Не хотели ухаживать за ними. Правильно, люди не хотели за ними ухаживать. Обезнадзорных в теории с 10-летним Леней. Практический мастер-класс по изготовлению ошейников для 16-летней Кати. Все, что уже сделано и сделано будет, отправится в приют для бездомных животных. Каски? Да. Ой, какая ты молодец. Это ты сама сделала? Да. Из большого одеяла берем, на 4 части разделяем и просто обвернуваем. Это очень легко и просто. Дети, тем более, нашим детям помогают родители. Ну и коли мы с вами сегодня в учреждении, связанном с детьми, то позвольте загадку. Какая из поделок, находящихся вот в этом ряду, явно лишняя? Посмотрите. Ну и отгадка естественная и проста. Конечно, вот этот дед. А все остальное, так или иначе, касается темы животных. И, кстати, об этом здесь очень много говорят. И эффект очевиден. Уже трое ребят, которые регулярно посещают Центр восхождения, взяли в свою семью домашних питомцев. У нас девочка из Барышевского района, Самочкина Татьяна. Все-таки взяли собачку себе. Долго выбирали, но взяли именно из приюта подарок судьбы. Единственное, что они не смогли сами приехать. Наши волонтеры им отвезли. Социально-педагогический проект «В мире животных» здесь в фаворе с 2011-го. В прошлом году Марина Александровна акцентировала детское внимание именно на собаках. Местная практика откликнулась на уровне всероссийском. А в качестве бонуса единственному нашему специалисту по обращению с животными в столице презентовали методические пособия. Теперь работать удобнее, а по окончании пандемии, уповают здесь, вновь вернутся живые встречи воспитанников с представителями клубов собаководства и любителей кошек. Такие интерактивные встречи получались, это было чудесно. Хозяева рассказывали о своих питомцах, о правилах ухода за ними, какие-то особенности, потому что у них элитные, допустим, их питомцы. Мы не всегда даже таких видели, и поэтому это так расширяло кругозор. Здесь учатся не только радоваться, но и сопереживать. Где, как не в подарке судьбы, душевные градусы буквально зашкаливают. Примите, пожалуйста, в дары. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, и немножечко вашим друзьям, немножечко въеду. Вот вам огромное спасибо, что вы ухаживаете за этими животными такими чудесными. Вот всех вы себе взяли, но нет такой возможности, поэтому приезжаем сюда, только помогаем им немножко. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Оплати долги и получи призы. Ульяновский филиал «Энергосбит плюс» запустил традиционную акцию в Новый год без долгов в 2020-м. Энергетики поощрят добросовестных и ответственных клиентов, которые своевременно оплачивают услуги отопления и горячего водоснабжения. Стать участником просто оплати за должность и декабрьскую квитанцию до 31 декабря 2020 года. При полном погашении долга приятный бонус в списании пенни, начисленных до 1 апреля этого года. Победители определят генератором случайных чисел. Подробности по телефону 21 4137. Не копи долги, получай призы. Зимой покупать выгодно. Акция от Центра металлокровли. Купи профнастил или металлочерепицу сегодня по зимней низкой цене и забери, когда удобно. Станет дороже? Доплаты не нужно, а станет дешевле? Заберешь разницу. Хранение бесплатно. В завершении телефон рекламного отдела 30 4173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 30 4173 и вы в эфире «Репортера 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Региональный телеканал Ульяновской области можно смотреть и в эфире первого мультиплекса утром и вечером на ОТР. Увидимся.